МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации. Телерадио компании Гомель, студии Маргарита Шибукова. Добрый день. Частка индивидуальных предпринимателей, которые должны иметь сертификаты на реализуемую продукцию, по-ранейшему не приступила до работы. Межтым сегодня гэтую нишу активно заполняются очинные вытворцы, які пропонуют якосные выробы по примальных ценах. Что можно набыть у крамах, и какие страты неосе бюджет, высветлял Олег Сентюроу. Картина, якую гомельчане бачить, на протягу опошника месяца на рынках областного центра гандаль ведут только предприниматели, которые могут працовать без сертификатов, которые имеют всю необходимую документацию. По этой причине, шмат гандалевого месяца не отчиняются за початку студеня, згодно с даденами областной податковой инспекции. Сегодня размовы идти, прикладно об 6 тысячах индивидуальных предпринимателей, это коля 20% от огольной колькости ИП, які зарегистрованы в регионе. До речи, что отлично их укладу у областных бюджет, то йон невельми значны. Это та категория, которая, ну скажем, пришла в новые условия. Кто-то смог перестроиться, кто-то не смог. Так вот, от этих 6 тысяч плательщиков единого налога у нас поступление по области составляет 0,8%. Нелько сказать, что усе индивидуальные предприниматели мают намер саправды спынець свою дейность. Меж тем, выники проверок свечать. Продукция, якая реализовывалась без сертификатов, часто саправды не отповедала элементарным умовам безпеки. То, что еще недавно можно было набыть на рынках, имела такую низкую якость, что не вытремливала никаких проверок. Только Гометская областная инспекция Держстандарта в минулом году выдала больше 2 тысячи предписаний на заборону реализации импортной продукции, а про этот год 33 найменее продукции увозить в Беларусь заборонили в уголе. Государственным надзором за техническими регламентами и стандартами проведено более 300 проверок, где более 75% выявлено нарушение. По результатам надзорных мероприятий выдано более 2 тысяч запретов партии на данную продукцию для ее реализации. Отменено 12 сертификатов соответствия. Меж тем, нишу, якая возникла у вынику исполнения реализации не сертификованной продукции, сегодня готовые запомнить альчинные вытворцы. В оселях мрази у тем же Гомеле неких проблем с ассортиментом крамы немают. Шмат кто заключил погоднение одразу с некалькими беларускими предприемствами. Кошт товару кажуть, максимум соправды крыху больше, чем на рынках, а лишь и якость отповедная. Не погоджаются работники крам и со свержением об низкой якости дизайну альчинной продукции. Для некого кажуть, это максимум соправды еще проблема, али большаясь предприемств зарабила отповедные выводы. До речи быть только конкурентами, индивидуальным предпринимальникам у таких крамок не сбираются. Шмат, где готовые пропоновать свои послуги по набытии тех же вырву легкой промысловости непосредственно заводу вытворцев в особи кошки и с отповедными сертификатами. Мы можем также представить индивидуальным предпринимателям тот же товар, который у нас существует на наших полках. Мы также работаем под заказ. Мы можем представить этот заказ в течение двух недель. Кольки предпринимальников скоростался такой махчимостью у целом по области, поколь никто не подличивал, али у крамах кажуть, что их достатково шмат. До речи, отповедно с денежным законодавством, ИП, яке они працуют на протягу года, страчуют лицензию. Кольки индивидуальных предпринимальников пожадают знову открыть свои гандлёвые кропки, стане вядома литерально на днях. До 1-го лютого яны повинны были уплатить податок, яке дае право ожитилять гандлёвую дейность. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Мазыр разглядается у якости пляцовки для проведения найбунейшего белорусско-польского экономичного форума «Добросуседство». Змытой оценить махчимость региона яго наведали часово поверенный у справах Республики Польши у Республицы Беларусь Михаил Хабрас и другий сократар посольства Польши Ганна Дреска. Подробязности у корреспондента у телеканала «Мазыр». Сустреча со старшением Мазырского райвы конка Майо Елгена Мадаменко и одразу до справы. Программа знаходжения официйных проставников Польши у Республицы Беларусь насыщенная. На Мазырском машинобудовнишем заводе гости знайомятся с новыми проектами проходят по цехах. Далее наведывание предприемства «Мазырские молочные продукты», древо-працовщего комбината «Мазырсоли» и «Саугаса» комбината «Зара». Есть на что в Мазыре посмотреть. С той точки зрения можно сказать, что это очень перспективное место проведения такого типа форумов и не только добрососедства, а вообще деловых встреч. У официйных проставников Республики Польши на Мазыр есть планы на перспективу у экономицы социальной сферы культуры. Одно, что побывавши на выставе «Кермаши-Полеская скарбница», представники Польской Гандлево-Промысловой палаты дали выдатные рекомендации городу. И теперь я его разглядаю тю якости базовой плясовки для Международного Белорусско-Польского форума. Интерес очень большой вообще у иностранных партнеров именно к восточной части Беларуси, потому что всем очень интересен огромный российский рынок. Поэтому очень многие иностранцы интересуются и польские компании, польская торгово-промышленная палата, в данном случае посольство, не стало исключением. Им тоже интересные восточные области. У Мазырским районе есть что показать гостям. Тут увособлены уже десятки инвестиционных проектов, установленных гандлево-экономичные контакты с 30 украинами свету. Наша основная задача это представить потенциал Мозырского региона промышленной прежде всего и сельскохозяйственных и всех отраслей. Потому что сегодня выпускаемые продукции мы 75% это экспорт. Вот конечно основная задача на текущий год сохранить партнеров и диверсифицировать экспорт. сегодня мы работаем с более чем с 30 государствами в плане экспорта товаров выпускаемой продукции. Ну и задача конечно же стоит основная это привлечение инвестиций для развития производств в нашем регионе. Калия Бодвы, Баке и Белорусске и Польске пройдут до одинного меркования и выбор спынется на Мазары то столица Полесья уже у Червяне будет примать 20-й юбилейный Белорусско-Польский экономичный форум Доброе Суседство а это повышение имиджу сирот замежных партнеров новые сделки и проекты Светлана Грудько Олег Фитцнер телеканал Мазыр специально для телерадио компании Гомель до других тем у Гомельским держанам университета имя Франциска Скарыны вызначили первоможцу областного этапу конкурса новуково-техничной творчести Техноинтеллект какие проекты все лета распрацовали и представили удельники доведался Яуген Поболовец До удела конкурса допускаются наученцы в возрасте до 18 годов Усяго все лета было подадено больше как 100 заявок География широкая представлены о малюсе районы в области Главная цель данного конкурса это привлечение талантливой молодежи к участию к этому конкурсу пропаганда и развитие научно-технического творчества и привлечь внимание к инновационным технологиям будущего поколения потому что много секций которые соответствуют духу времени Один из таких проектов модель танка для разведки подобная техника в реальном житии может легко переодоливать разностайные пирожкоды маневрировать выкористовывается для корректировки огню и не боится самых сучастных армат Эта модель отличается от новых видов вооружения тем что на нее будет установлен электромагнитный ускоритель масс то есть это пушка которая сможет поражать любые танки И еще одна из яскравых вынаходок аналоговый металлодетектор инновация распроцовки в том что в зависимости от типа металла по мере и глубине его находжения под землей гадограф показывает разные голограммы это потребно как бы не мырновать час на пошуке усяго запар на республиканский этап конкурса техноинтеллект отправится сборная команда Гомельской области у складе 18 человек конкурс отбудется на приконце лютого на початку соковика Явген Паблавец Максим Славин телерода компания Гомель У Гомеля отбылся гастроли артистов театра Московская оперета на суд глядашу и они представили комедийную музычную постановку Цыганский барон Это оперета талиновитого аустрийского композитора сына рода пашинальника сусветно ведомой музычной династии Иоганна Штрауса Она была написана в 1885 году и имела велезарный поспех У спектакля для устравана тема человеческой годности и усепераможного каханья национального гонору и имкнение до свободы Денья оперета разгортывается у Астра Венгры в 18-м стагодии Сюжет постановки немудрогелесты Это история каханья барона барынкая до цыганки Сафи где все интриги недоброзышливцев отступают перед чистым и глубоким подшутем молодых героев Особливый колорит в музычной спектакле уносит яркие костюмы декорации а так само запальные цыганские песни и танцы Когда зрители откликаются и когда мы слышим когда идет реакция смех хлопки люди сидят улыбаются что нам еще нужно в принципе мы за этим и приходим потому что без зрителя ничего не получится мы приходим мы отдаем и если мы получаем обратно значит даже при том что мы устали в спектакль все-таки играть и петь живьем не просто но это все равно это такое счастье Эфир телераду компании Гомель на телеканале Беларусь-3 сьогодняя пашнецца у 18 годин 35 хвилін У программі проекты Гомельские Олимп Унуки про войну сказано зроблено майстри и чалядники Гэта иншая программа а так само информационные выпуски вы можете знайсці и на нашым сайті www.gomel.by На этом все У студии працавала Маргарита Швукова Усяго доброго и до встречи в эфире Музыка Музыка Редактор субтитров А.Семкин